меня зовут а я и сегодня мы поговорим о возрождении видов 98 процентов видов живых существ которые когда-либо были на нашей планете они уже вымерли и сейчас наступает еще одно вымирание очень массовая называемого цена вот и причина ему человек не катаклизмы стихийные бедствия лишь ними прочь от человек мы уничтожили довольно таки много живых существ по оценкам ученых за последние 500 лет это около 900 видов уже умерли и ближайшее время еще на грани исчезновения еще несколько тысяч допустим странствующего голубя которого были миллиарды особей мы уничтожили охотой сумчатый волк нам мешал заниматься разведением овец хотя на самом деле это не подтвердилось маврикийский дрон нам ничем не мешал мамы привезли на маврикий кошек которые их просто съели поскольку он не летал новозеландские муа и стеллерова корова они довольно-таки большие животные поэтому мы их просто съели а китайский речной дельфин бойцы не выдержал нашей экологии и река янзы стала настолько грязная что он просто не смог выжить итак воскрешение видов это процесс с английского дэкстэнсен или азер аксин боялась у нас нету термина который был бы эквивалентен этому понятию потому что у нас довольно таки неразвитым вот это процесс создания организмов которые похожие или генетически соответствуют животным которые когда-то обитали на нашей планете но вымерли ну или похожих животных и так когда было первое успешное воскрешение видов с научной точки зрения из коммерческой кто-нибудь знает да все знают конечно же мы все это помним это принесло около миллиарда долларов это было очень успешно и с научной точки зрения тоже мы получили целых живых динозавров вот но возможно ли такое создать настоящий в реальности есть несколько процессов есть несколько видов скажем так воскрешение видов первые это дедоместикация вообще с английского это backbreeding у нас опять-таки нет пока еще такого термина то селективный метод селекцией одомашнивание мы выбирали те признаки которые были нам выгодны то есть тут и это тур он прародитель всех всего рогатого скота крупного который у нас есть коров и он не существует середины 17 века мы можем эти черты которые в нем были то есть рога окрас все это где-то есть в среди живой популяции нам просто надо их найти методом селекции отобрать это довольно таки длительный процесс не все осталось популяции но в принципе можно вывести животное которое было бы очень похоже натурой в принципе желудка этим занимается сейчас ученые в голландии следующий вариант это глонирование или метод соматического переноса известный нам благодаря овца долли в нашем организме есть грубо говоря два вида клеток это половые клетки которых один набор хромосом и соматические 2 при клонировании мы изымаем из яйцеклетки ядро и за берем любую клетку организма который мы хотим клонировать из него тоже изымаем ядром там же есть два набора хромосом ставим их рядом бьем током они сливаются опять бьем током и эта клетка она забывает все что с ней было то есть она теряет грубо говоря свою спецификацию и становится опять тембриональной клеткой из нее развивается новый организм в принципе все просто относительно этим методом был воскрешен вид один единственный на 10 минут это перенейский козерог букарда мы их тоже уничтожили благодаря ну я так думаю из-за вот этих красивых рогов которые красиво смотрелись у кого-то на стене в гостиной и перед тем как умерла последняя самка сели ученые взяли у меня генетический материал и уже через три года сделали клон создали правда у него был дефект легких и он прожил всего лишь 10 минут поэтому букарда это не только первый воскрешенный вид но и первый вид который вымер дважды все мы помним и знаем из газет из новостей эти сенсационные истории нашли идеально сохранившись тело мамонта там нашли тело мамонта в котором даже есть жидкая кровь но как бы застывшие вещество похоже все мы уже сейчас клонируем мамонта хочу вас расстроить в любом таком теле живых клеток нет нам нужно именно живая клетка которая смогла бы из которой смогу получиться эмбрион поэтому клонировать мамонта мы не сможем вот следующий вариант этого создания генома да мы можем отобрать материал секвенировать его уже сейчас методы это позволяют и как бы на основании этого уже создать такое животное как нам надо для этого сначала мы поговорим о древней днк я говорила что в этих телах которые вот старых них нету живых клеток но днк тоже разрушается сразу ну как бы после смерти есть энзима которые у нас в организме они занимаются вот именно уничтожением днк плюс еще бактерии очень много факторов солнечный свет ультрафиолет тепло вода это все негативно влияет на днк и поэтому из этой длинной длинной молекулы которые вот если поставить все хромосомы длинными кусочками получается она разрывается на короткие короткие фрагменты и у нас вот геном там три три с половиной тысячи нуклеотидных пар но у нас те фрагменты которые мы получаем они длиной там 30 50 100 нуклеотидов попробуйте из этого собрать то что нам надо это довольно таки проблематично но мы все помним вот с успешного клонирования девяносто третьем году динозавров где есть днк правда это в янтере но хочу вас разочаровать в янтере днк нет по последним как бы изучением по всем попыткам не могли извлечь днк из янтеря поскольку он довольно полистый туда попадают микроорганизмы и бактерии которые съедают днк и плюс он образуется в довольно жаркой среде поэтому как бы днк нет никакого шанса более того был исследован копал это предшественник янтеря довольно таки небольшой древности относительно новые так скажем и в нем тоже не было днк лучшим источником днк являются кости зубы волосы или шерсть вы опять-таки скажете ну отлично у нас есть столько костей динозавров сколько угодно но кости динозавров это окаменелости у камней нет днк поэтому мы не сможем клонировать динозавра и самая старая кость которой которой нашли днк это 700 тысяч лет один завтра жили 65 миллионов лет назад не повезло нам с динозаврами посмотрим что же мы можем так и помимо даже если мы возьмем эту старую кость секвенируем геном получим много информации но в ней не будет полностью вот если бы взяли у меня волосы секвенировали там было бы 99 грубо говоря процентов моей днк здесь у нас идет мы можем сравнить днк мамонта допустим до 45 процентов это очень хороший результат потому что когда к примеру там неандертальцев изучали там процент днк неандертальцев порядка одного процента ну то есть очень мало дальше там непонятно непонятные вещи вообще непонятно откуда надо взялось бактерии человек собака прошедшая мимо там или принес эту кость все что угодно может быть ну кроме днк самого мамонта поэтому процесс воссоздания генома похож на собрание пазла в котором три миллиарда кусочков там три с половиной может быть больше половины кусочков нету еще большая часть вообще из другой коробки ну и у нас нет картинки по которой мы могли бы его собрать потому что мы не знаем окончательно вот именно как выглядел мамонт вот вот сто процентов его геном мы не знаем довольно таки сложный процесс и чтобы секвенировать весь геном с нуля мы должны понимать что все что мы секвенировали вот все что мы сделали это это не живая клетка это просто в набор а г т и и ц причем в цифровом варианте то есть его еще надо синтезировать упаковать в хромосомы хромосомы в ядро и соответственно уже начинать делать малипуляции дальше с ним это довольно таки сложно что же мы можем сделать мы можем сделать умнее мы знаем что к примеру мамонт отличается от слона индийского слона она одну сотую проценту на 1 мы можем взять те именно части которые отличают их и в этом месте вырезать слона и вставить мамонта все просто у нас есть для этого технологии называется крест проказ 9 теоретически просто но рассмотрим именно этим занимается джордж гарварде с его группой они определили в принципе чем отличается мамонт от слона соответственно это гемоглобин то есть который может переносить кислород в более холодной температуры низкие температуры это маленькие уши дабы не было потери тепла сильная это жировая прослойка и естественно шерстистость то есть часть должна быть если внести и только вот эти изменения в геном что в принципе возможно можно создать мамонта ну все уже когда завтра у нас уже должны быть мамонты но не все так просто во первых если это будет выглядеть как мамонт будет ли это на самом деле мамонта вот эта вот версия 20 насколько она является мамонтом на самом деле будет являться мы это не только наша генетика да то есть это не только эта последовательность последовательность а г т и ц это еще и внешнее влияние внешней среды да то есть как бы внутриутробное развитие окружающая среда социальная все это тоже на нас влияет и соответственно вот это существо родиться будет развиваться в слоне будет подвержена гормонам слона будет иметь бактерии слона жить в социуме слона вопрос насколько это действительно можно ли назвать его мамонт ну и случае с мамонтами допустим нас есть еще одна небольшая проблема это время поскольку для того чтобы слон был половозрелый самка это приблизительно 10-12 лет плюс еще два года на то чтобы родился мамонтен скажем так да там еще есть много технических проблем которые сложно решить но только вот первое поколение у нас будет один он бедный одинокий несчастный мамонтенок который не будет ну то есть он не может жить со слонами потому что его он живет в холодном климате слоны живут только в теплом и ему нужно естественно какой-то социум в котором он мог бы жить это еще проблемы которые мы должны решить но это в принципе в будущем как мы можем использовать все эти технологии зачем еще люди занимаются вот изучением всего этого в сан-диего калифорнии есть замороженный зоопарк так называемый вот таких вот емкостях хранится днк животных которые либо уже вымерли либо на грани вымирания там очень много генетического материала который можно было бы использовать и для клонирования в том числе то есть это очень хорошо сохранившиеся чтобы нам не пришлось потом опять секвенировать геном по костям которые мы где-нибудь найдем там есть вот это белый северный носорог их осталось три без нашего вмешательства без нашей помощи они не выживут и мы можем это в принципе сделать потому что их геном секвенировать можно легко вот 40 северо-американский черноногий популяция довольно таки большая но относительно но у них маленькое генетическое разнообразие и соответственно они подвержены некой болезни поэтому мы можем привнести генетическое разнообразие из образцов которые у нас есть и в замороженном зоопарке или в музеях ну или другие и тогда мы спасем данную популяцию от вымирания более глобальные зачем нам клонировать раньше мамонты жили в тундре степи это не нынешняя тундра это очень довольно таки богатая экосистема которая похожа скорее на саванну по биоразнообразию там были тысячи мамонтов шерстистых носорогов олени и бизонов очень много животных было почему что же изменилось на самом деле влияние мегафауны довольно мало было изучено но сейчас есть подвижки в этом направлении и как же влияет мегафауна на окружающую среду в якутии есть заповедник называется плестоценовый парк у сергея зимова и он там занимается разведением туда привезли и оленей и лошадей и бизон но ему не хватает мамонтов он говорит что вот вот и было бы либо мамонты были бы вообще было бы все отлично и на некоторых частях он пускает туда животных на некоторые нет вот здесь это ранняя весна и тут мы видим что здесь уже есть зеленая трава на той части нету поэтому мегафауна она просто с помощью больших животных они перекапывают как перетаптывают почву разносят семена валят деревья кустарники и это помогает экосистеме быть более биоразнообразным поэтому есть смысл все-таки возрождение мамонта он есть это не просто посмотреть и сфотографироваться с ним но существует другая проблема самая господствующий вид на нашей планете это человек где здесь в больших городах или еще где то где здесь жить мамонтом или миллиардом миллиардным стаем странствующего голубя согласитесь негде но тем не менее я считаю что для того чтобы у нас в итоге не получилось вот так где единственным живым организмом будет человек мы должны сохранять биоразнообразие и способствовать возрождению или сохранению видов которые у нас есть или которые когда-либо были поэтому можем ли мы воскресить какие-то виды принципе да и технология развивается стоит ли это делать ну на этот вопрос нам еще предстоит ответить спасибо вопрос мы касается вот ситуации с тем одиноким мамин мамонтом который появится насколько возможно реализация нескольких параллельных проектов короче для воссоздания сразу определенного социума короче как вариант и насколько это экономически напряжно это довольно затратно тем более что деньги на это практически не выделяются их берут с разных других фон ну как бы если ученые хотят этим заниматься есть организация ревард вистой но они больше занимаются странствующим голубем ну и вот джордж черчи они занимаются мамонтом есть несколько в японии исследовательских проектов по воссозданию мамонта у них у всех разные стратегии то есть если одни хотят все-таки найти живую клетку мамонта и пытаются делать все для этого другие хотят секвенировать полностью геном и воссоздать с нуля ждут когда это будет 3 хотят до копипейст сделать вырезать слона вставить мамонта у всех разные подходы и соответственно скоординированные движения довольно таки сложно тем более что денег на это не выделяется мы не можем делать даже 1 ну то есть как бы нам на пробу все равно надо сначала хотя бы 1 посмотреть будет ли это вообще мамонт вдруг это все что мы изменили а это все равно слон ну и и никак до или 10 минут и все и надо хотя бы отладить вот этот вот механизм или усовершенствовать систему может быть мы просто сможем секвенировать весь геном я вам открою даже по секрету что весь геном не секвенирован ни у одного живого существа включая человека хотя были ну говорили что полностью секвенировали до конца нельзя у нас есть участки генома которые очень сложно поддаются секвенированию вот и поэтому это довольно таки сложный процесс который идет больше на энтузиастах да вот я вот хочу мне нравится мне нравится мамонта мне нравится вот маврикийский дронт и вот я хочу клонировать вот этого тот хочет клонировать вот этого и ну это так нравится не нравится больше а решить какой вид ну то есть собраться всем каждый назовет какие-то свои причины то скажет что вот дронт они вот символ вымирающих видов все знают второй скажет но мамонты нужны вон в плейстоценовом парке и как бы у каждого свои что но не всем нужны на и тем более есть такой психологический процесс люди выбирают вид для вас ну если спросить для воскрешения не потому что он будет полезный больше а вот классный да или вот большие виды они больно вот мамонт ну воскресил мамонта это понимаю если воскресил какого-то там непонятную жабу да головастика это не прикольно это не интересно ну да ну он вымерла она там ну ладно не нужно бы есть риоботрахусы которые они и все-таки проект лазарь их пытались воскресить они были очень интересны в плане того что они когда откладывали икру печеньки самка их ела и не развивались нее в желудке а потом она их отрыгивала уже маленькими жабками ну вот из-за этого собственно говоря их бы и выбрали да просто посмотреть даже круто это прикольно поэтому да это больше эмоциональный такой момент вы сказали что все эти проекты идут ну там таком более энтузиастском ну как бы основе неужели никто не типа до сих пор не задумался о каком-то более не знаю меркантильном подходе к этому вопросу это испаринские животные больших размеров короче даже с такой вот низменной короче ну как то что-то типа такого ведь это ж ну как есть ли какие-то экономические подоплеки для развития этого направления ну понятно типа там филантропская то заселить всю землю исчезнувшими видами короче но вот с такой вот точкой гранды выделяются преимущественно на то что может как-то помочь человечеству да то есть там исследование генома человека там какие-то болезни и так далее а вырастить мамонта и вас есть ну во-первых мамонт будет у вас попадать под категорию гамма скорее всего то есть это тоже да это тоже вопрос потому что ноги на модифицированный организм во вторых если это будет мамонт их будет несколько то сначала они будут попадать под защиту как вымирающий вид то есть вы не то что не сможете его съесть вы не сможете там где он живет вы не сможете кататься на велосипеде гулять и гнуть ничего не сможете сделать потому что это будет территория на которой находится вымирающий вид и с этой точки зрения проще вырастить большую корову которую можно изменить очень также генетически чем мамонта ждать пока он там два года беременность потом соответственно когда он вырастет чеснуть еще подивни заклада як цей замороженный зоопарк и чейкись программы я чуф протоку як сховище банк з зернами рослин на випадок каких-то катаклизмів ну шиб можно было відновити ци виды чики крим у цего замороженого зоопарку спасибо ну да в спецбергене там идет просто уже готовые семена да то есть их можно высевать здесь немножко другое здесь да и этот материал можно использовать да если у нас там какая-то бедствия будет не обязательно катаклизм может быть какая-то болезнь которая к примеру уничтожит всех коров вот так такое случилось у нас останется генетический материал мы сможем его принести как-то изменить и уже это будет оргино модифицированная корова но она будет иметь иммунитет есть ли еще кроме замороженного зоопарка в таких количествах насколько я знаю нет есть давка в лабораториях некоторых частных там есть некий набор потому что это довольно таки затратно и это целый скажем так это большая лаборатория больше не зоопарк которая футуристическую то есть это на будущее неизвестно пригодится она не пригодится она сможем ли мы что-то из этого сделать или нет поэтому да нету профит выгоды пока еще не видно вы рассказывали насчет скажем так зоопарка где хранятся генетически вот этот вот материал который можно использовать впоследствии для выращивания разных животных там получение как долго вообще такой материал может храниться есть ли у него какой-то срок годности скажем так ну как днк это не то что у нас вот он есть 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 а потом все экспортировать срок годности и стеки он оператор и рассыпался нет это постепенный процесс я уже грел лекция зависит от условий окружающей среды да то есть в музеях есть там допустим или чучело могут быть которые в довольно таки неплохом хорошем состоянии которые мы можем использовать а вообще вот самые древние днк из это 700 тысяч лет могли извлечь но обычно этого порядка до 100 тысяч лет можем таким оперировать но если будет в плохой среде находиться там где очень влажно очень жарко там светит солнце это через год там вообще можно ничего не обнаружить ну я сейчас больше говорю о полезной днк то есть до которую мы можем сиквенировать определить к чему эти кусочки относятся потому что если там один два нуклеотида они еще могут существовать но мы не сможем никогда понять в какой последовательности находятся поэтому вот полезная днк это около 100 тысяч лет где-то то есть я имею ввиду скажем так полезная днк где они именно хранятся как ну то есть как долго они ему 100 тысяч лет типа или как вообще ну в каких условиях их надо хранить я понимаю что это наверное заморозить заморозить пока они заморожены они могут сохраняться очень долго да все спасибо по поводу ГМЛО так зараз скрізь вон у нас это ГМЛО есть спори по поводу даже на бутылке водой топ пишут без ГМЛО у нас все без ГМЛО вода соль презервативы концерты даже есть без ГМЛО но самое питание если люди нас поживают самые данные продукты нехай они с ГМЛО то есть есть какой-то влияние на наш организм или можно считать в какой-то степени что мы сами себя изменим с помощью этих продуктов если вы съедите вареное яйцо вы же не сваритесь не ну понятно но как бы горизонтального переноса генов у животных нету поэтому как бы если рассматривать ГМО мы все ГМО то есть мы все ГМО мы все мутанты как бы это не было прискорбно для некоторых людей но мы все ГМО заберите меня пожалуйста я могу что-то сломать а мы все ГМО и процесс изменения генетически это нормально благодаря этому мы эволюционировали из из тех же гоминид мы постоянно меняемся просто селекция ни у кого не вызывает правда чего-то страшного это органика это все хорошо но когда мы методами селекции это очень долго что делают селекционеры они обрабатывают те же семена или радиацией или какими-то мутагенами то есть которые не всегда хорошие и когда это высеивается там большая часть умирает потом один вырастает или два которые нам нужно вот по внешнему виду по фенотипу да вот он подходит но мы не знаем что там поменялось абсолютно так было несколько провалов допустим с картофелем делали идеальный сорт картофеля селекционеры вот вот все вот он красивый хрустящий идеальный а потом его выпустили на рынок его никто не проверял но это же селекция что там а там был уровень солонина помню чеканина в несколько несколько раз больше там это еще просто до сопутствующие мутации люди просто начали травиться когда мы имеем дело с гемо мы сами изменяем геном мы точно знаем что мы делаем то есть если нам надо вот в этом месте мы знаем за что отвечает данный ген и как мы его должны изменить чтобы получить то что нам надо мы просто берем это и делаем это как брать двуручную пилу по дереву или скальпель это разные ну как бы это в принципе можно достичь одного и того же но усилия разные и очень много побочного материала которые нам не подходят а с точки зрения биологии нету разницы скажем так между селекцией для вот для организма или мутации или генной инженерии нельзя с уверенностью сказать что вот это гмо то есть если мы не знаем что там изменили конкретно вот мы не всегда можем сказать что это именно гмо то есть это юридически больше аспект